А знаете, какой прикольный был случай однажды? Один ребенок обложил меня матом. Ну, я все это прочитал, пошел плечами, пошел дальше. И, конечно, родителям это ужасно не нравится. И я уверена, что если бы вы с детьми начали так говорить, может быть, некоторые ваши подписчики, взрослые, возмутились бы. Так, я послушал «Скажи пенис», очередной выпуск про насилие и безопасность. Лучше врублю родительский контроль. Пусть ребенок вообще ничего не знает, потому что это слишком страшный мир. Я, скорее, скажу не про родных своих детей. Родные-то дети раздражают, конечно, чаще. О, да. То есть, если бы дети узнали, что у вас есть секс, они бы, возможно, расстроились. Вы готовы? Конечно. А то я не хотела вас уж совсем в неловко ставить. Ваша ирония меня смущает еще сильнее. Давайте тогда сделаем. Привет. Это подкаст «Скажи пенис». И я его ведущая Кристина Покрытан. У нас сегодня в гостях очень интересный человек с классной профессией. Александр Толмачев, детский популяризатор науки. Сейчас мы будем Александра нежно допытывать о том, чем он занимается и почему. Но меня тут попросил наш продюсер, и мне кажется, это важно, похвастаться нашими маленькими успехами, которые подкаст «Скажи пенис» завоевал аж на платформе Apple Podcasts. Вот я сейчас вам скажу, где мы. Мы в топе, ребят, если что, подписывайтесь на нас везде. Смотрите нас на YouTube, читайте нас в Telegram-канале, который я вообще-то должна уже вести. И я пытаюсь, но теперь я буду усерднее, обещаю. Вот. Но самое классное, знаете что? Что нам пишут в силу этих топовых рекомендаций всякие добрые вещи. Вот я сейчас вам зачитаю, чтобы вы понимали, что мы тут не фигней занимаемся. Вот люди пишут «Спасибо за просвет и просто свет в тумане, секс-просвета». Ой, как здорово сказано, да? Ой, романтично. Вот такой вот каламбур. Да, а еще пишут «Спасибо вам большое за такие милые, добрые каламбуры». А еще нам пишут, что жаль. Почему жаль, сейчас я пойму. Что нельзя было послушать этот подкаст лет 20 назад, да, и мне ужасно жаль. Я думаю, что я была бы более счастливой подросткой, если бы я 20 лет назад его услышала. Но круто, что сейчас можно это сделать. Все просто супер. Спасибо огромное, ребят. Пишите нам добрые слова и пишите конструктивную критику. Мы радостно... Я вообще больше люблю критику, честно, чем доброе слово, потому что с ней есть как поработать. Вот, так что обязательно нам пишите. Ну что ж, Александр, теперь к самому главному. Вы пришли на подкаст с таким провокационным названием. Почему вы к нам решили зарулить? Нам очень приятно. А я не привык отказываться. Вот когда мне нравятся люди, которые меня приглашают, я соглашаюсь. То есть я пока не отношусь, наверное, к тем, кто выбирает, куда идти. Я с удовольствием иду везде для того, чтобы познакомиться, для того, чтобы получить удовольствие от общения. Вот. И, в общем, быть услышанным аудиторией в том числе. Но ваша же аудитория – это в основном дети, правда? Не только. Это их родители в том числе. Потому что в основном это мои подписчики в Инстаграме, подписчики моего блога. Разумеется, там очень много детей. Да. И это очень здорово. Классно. А вы как определяете? По комментариям, по лайкам? Кто какой контент любит? Взрослые дети? Ну, это всегда видно, когда тебе пишет ребенок. Во-первых, потому что там ошибки. Это прекрасно. Да, да. Ну, я никогда не осуждаю и не поправляю их. Мне кажется, это такой дурной тон – поправлять ребенка за ошибки. Пишет как может. Да. Он же за этими ошибками, ведь стоит его желание написать, скорее поделиться чем-то, либо задать вопрос, который его беспокоит. Поэтому я, конечно, отвечаю всегда, независимо от того, есть ошибки или нет. Кроме того, в какой-то момент мне было важно, кто мне пишет, взрослый или ребенок. А потом перестало быть это важно. Это очень интересная вещь. Когда ты понимаешь, что ребенок и взрослый, на самом деле, это все один и тот же человек. Это такие же люди. Вы знаете, что взрослые задают ровно такие же вопросы об окружающем мире, потому что мы говорим про окружающий мир, да, в моем блоге и на радиопередачах. Ровно такие же вопросы, что и дети. Понимаете? То есть разница только в орфографии? Да, да, да. Только в орфографии, абсолютно. Ну, и в паспорте разница. Но, опять же, это не видно мне. Это о том свидетельствует, что взрослые в детстве так и не прояснили для себя ряд вещей. И вот именно эти вещи я пытаюсь донести сейчас до детей, чтобы потом, лет через 25, у них вопросов особенно таких не было. А может быть, чтобы были другие, уже другого уровня. Не уровня, я не знаю, можно ли червя разрезать пополам и будет ли два червя в итоге. Кстати, хороший вопрос. Вам такие тоже задают, да? Как бы в первую очередь такие задают. Как бы я ответила? Да. Что будет с червем, если его разрезать пополам? Ну, мой гуманистический ум сразу представляет себе страшное зрелище и глазки червя, который молит о пощаде. У червей нет глаз, ну, неважно. Ну, ладно, лапки молит. Но я думаю, что два червя не получится. Да, будет один, который... Уже не выживет, я боюсь. Да, да, он погибнет сразу. Вот, поэтому так они не размножаются, черви, к сожалению, таким образом. То есть дети предполагают, что и взрослые, что черви могут размножаться путем разделения физического? Откуда-то этот миф существует. Ну, равно существуют и мифы относительно вот того, что ежей нужно там молочком поить, да? Знаете, наверное, да? А ведь нельзя молочком. Они не переваривают корове, да? Они страдают от этого или даже могут погибнуть, если это ежа-то. Ничего себе. Да, да, да. Как и птицы с пшеном, насколько я знаю. Абсолютно верно. Птенцы вы имеете. Да. Потому что птенцы не едят растительную пищу. Почему? Потому что они еще растут. Им нужно больше белка, а не углеводов. Именно поэтому птенцов кормят чем насекомыми, их личинками, да? Не случайно. Вот поэтому птицы – это животные смешанного питания. Потому что в детстве они едят животную пищу, а потом растительную. Ну, по-разному. Есть те, которые всю жизнь животное едят, вот как совы, например, или орлы, скажем. Вот. А в общем… И таких вопросов их масса. Я могу вам вот сидеть и перечислять сейчас до конца эфира. Мы доберемся, например, то, что, скажем, кроты слепые, или что там пираньи, они могут растерзать человека до костей, если он прыгнет в бассейн. Это все мифы. Да, да. Пираньи не нападают на людей. Нет случаев подтвержденных гибели человека. Но кроты тоже, получается, не слепые. У них просто века. У них просто чуть-чуть слабее зрение, чем у других насекомоядных. Но они ее видят. У среды обитания. Да, да. Они различают свет и тень. Как без света и тени они поймут, что они выползли на поверхность? Скажите, пожалуйста. Им нужно понимать, да? Александр, знаете, вы рассказываете такое ощущение, что я с каким-то детским сказочником сижу. Ну, разница только в том, что я все-таки на принципах научного знания стою, а не на сказках. Да, но просто вы невероятно увлекательны и как-то очень заботливо и бережно все это говорите. Ну, может быть. Видно, что вы, наверное, с детьми. Да, я действительно провожу время в силу того, что у меня четверо детей у самого. Но, собственно, проект мой детский лекторий, он и подразумевал общение с детьми. То есть лектория – это не просто лекции. У нас ведь к лекциям вот только сейчас стало хорошее отношение, правда ведь? Да, вообще-то лекция – это что-то нудное. Вот лектор стоит где-то на трибуне. Или, да, такое комическое, как из фильма. Да, абсолютно. Ну, я, кстати, не против того, чтобы выглядеть комически. Я даже, в общем, ощущаю, что я местами вызываю улыбку, такое умиление у людей. Человек, который читает лекции детям, очень забавно. Но на самом деле это может быть и забавно, но оказывается, дети прекрасно воспринимают устные рассказы. Да, и они хотят вступать в диалог, они хотят беседовать, задавать вопросы, пытаться с тобой спорить. Вот, это все очень мило, реально забавно, когда ребенок с тобой начинает по-настоящему спорить. Видимо, здесь выплескивается какая-то энергия, которая недовыплеснулась в диалоге с родителями или с учителями. Моя основная аудитория – это младшие школьники, но есть и дошкольники в том числе. Вот, они пытаются задать мне те вопросы, которые, видимо, остались без ответа к этому моменту. Боюсь, так и происходит. Да. Кстати, я тут просто провожу параллели, я же тоже работаю с детьми, и не только с подростками. У многих есть заблуждение, что про пенисы, вульвы и про сексуальность в целом стоит говорить только со старшими подростками. Но у меня есть дети, например, 5-6 лет, с которыми я уже об этом говорю, и у них очень много вопросов и мифов, как условно, про слепого крота. Как они называют? Какие слова они используют? Крантики, писюны. Пися, да? Пися – это еще по-божески как-то, но ужас в том, что многим детям родители говорят, у меня большой писюн, а у тебя маленький писюнчик, и тогда совсем не остается никаких альтернативных опций. Но при этом дети, вот я сейчас вас слушаю и понимаю, насколько же, правда, я ловлю этот радостный момент узнавания, что родитель, конечно, классный и понимающий, много чего ценного говорит, но наука говорит иное. Наука говорит, что это не крантик и не винтик, и что дети появляются не из громаотвода и не из разряда молнии, а что есть какие-то другие биологически обусловленные, обоснованные принципы появления детей. Но знаете, с чем я сталкиваюсь? Вот мне интересно, сталкиваетесь ли вы с этим, что тема-то очень такая сензитивная, тонкая, и многие родители начинают ревновать меня к своим детям или наоборот. Думаю о том, что я детям открываю нечто, чего не открыли они, и дети таким образом становятся более доверительными со мной, начинают привязываться ко мне больше, чем к родителям. Иногда я вступаю чуть ли не в такие вынужденные конфликты с родителями, чего совершенно не хочу. Бывает ли с вами нечто подобное? Это очень интересная мысль. Сейчас я вам отвечу. Действительно, вы забираете авторитет, пытаясь ответить на эти вопросы, и отвечая на них. Да, даже не пытаясь, а именно отвечая, что вы взялись, вы не бросили ответ, не бросили вопрос и не сказали, подрастешь, узнаешь, или так устроено, или так боженько предусмотрел, да, и вот так вот, так оно и есть, а теперь отвали. Вот. И, конечно, то же самое происходит у меня. Вот ровно то же самое. Потому что я не оставляю вопрос ребенка с и наедине с вопросом. Я говорю, так, давай сейчас разберусь. Вот присылает мне ребенок эти два вида динозавров, о которых я вообще ничего не слышал. Вот это одно и то же, или все-таки это разные виды. Я лезу в энциклопедию, присылаю ему скриншоты, выкладываю в сторис это все, в инстаграме, чтобы ребенок видел, что я действительно вот работал, искал, вот, и он видит, что я с ним в этот момент, понимаете? Он чувствует, что я решаю эту задачу вместе с ним. Это очень круто. Это почти то же самое, что тебя не бросили, одного в пустыне тебе протянули стакан воды или там бутылку. А главное, это про равенство. Мы не говорим о том, что ты подрастешь, узнаешь, следовательно, раз ты маленький, ты ничего не понимаешь. Да, блестяще. Мы-то с вами знаем, что за этим стоит просто незнание и страх, да? Конечно. И нежелание узнать. Иногда бывает. Да что копаться в этой всей информации, бог с ним. Так предусмотрели, живи теперь с этим, да? Ребенку хочется понять. Ведь ребенок, он изначально устроен как ученый, он рождается как ученый, он ищет, а как на самом деле это устроено. Он задает вопросы, челленджет того, кто пытается на них ответить. Это прекрасно. Да, а потом из него делают догматика. Из того, что вот есть картина мира такая, вот живи, пожалуйста, с ней. Ребенку дали карту. На этой карте нарисован лабиринт. Ребенка отправили в этот лабиринт. Он начинает там ходить и понимает, что это не соответствует. Понимаете? Это лабиринт не соответствует той действительности, которая его окружает. Он начинает тыкаться, там видит эти несоответствия. Приходит, говорит, у меня здесь на карте нарисовано так-то, что пройти можно, а пройти нельзя на самом деле. Или наоборот. И родители ничего не могут здесь ответить. Я за то, чтобы с детьми делиться настоящей картой. Чтобы у них была реальная карта той местности, на которую они попали, родившись на белом свете. Вот. И, конечно, здесь можно только через, естественно, научные принципы двигаться. Потому что наука, она сама себя пересматривает. Это очень крутая штука, научный метод. Это значит, что вот если мы сейчас знаем, что, вот скажем, через эту стену можно пройти, потому что здесь есть дверь. Это значит, что вот сейчас можно через нее идти. Некоторое время назад мы считали, что нельзя было пройти. Я говорил, что нельзя пройти. А сейчас мы узнали, значит, можно. Я постоянно меняю точку зрения. Я не боюсь этого, что там год назад я давал один ответ про черные дыры, например, детям. Сейчас даю другой ответ про черные дыры. Ну, потому что мы больше узнали сейчас. Я обновил свои знания. Могу делиться большими фактами с детьми. Конечно, все это так, чтобы они поняли. Выходит, вы не боитесь признать, что вы можете чего-то не знать или что вы узнаете что-то, потому что наука меняется. Да, это главный пример, который я хочу подать детям, что я не знаю много чего. Но, к сожалению, складывается пока обратный эффект. Я вот стараюсь везде это транслировать, эту идею. Вот сейчас у меня есть возможность сказать об этом для всех напрямую. Я много чего не знаю. И я просто пытаюсь узнавать. Да, я развиваю в себе навык постоянного обновления знаний. И делюсь им с детьми и с родителями, разумеется. Моя цель не чтобы дети стали всезнайками и показывали себя так же, как я. Человек, который знает ответ на все вопросы. А чтобы они чаще залезали в интернет. Чаще челленджили себя и родителей. И ту точку зрения, которую они только что узнали в интернете, чтобы из разных источников пытались увидеть, как смотрит автор текста на ту или иную проблему. Это ужасно любопытно. И это и есть научный метод. Когда много публикаций написано на одну тему, и они с разных сторон освещают эту тему. И только тогда можно понять, как на самом деле это устроено. Но здесь нужно все-таки иметь высокую осознанность и зрелость для того, чтобы не наткнуться в интернете на фейк-ньюс или на какую-нибудь опасную информацию, вредоносную. Да, а мне кажется, не надо бояться наткнуться на фейк-ньюс и на опасную информацию. Обучите этому детей, как не бояться? Да, конечно. Критическое мышление, скорее основа его. Я, разумеется, не претендую на то, чтобы быть их учителем или наставником, что у меня есть какой-то курс для детей критического мышления. Ничего подобного. Только личным примером. Я показываю, что есть факты в интернете, в ютубе, которые откровенно ложные. Но вместе с детьми я могу развенчать эти мифы и рассказать, почему люди создали эти мифы. И для чего они нужны. Сейчас пример. Хотите? Да, абсолютно. Очень популярная история, которая до сих пор стучится в мои ворота без конца. Это история про гигантскую вымершую акулу Мегалодона. О, да, у меня брат. Вот. Прекрасно. Да, многие. Сколько брату лет? 15. Но он давно ошеломился уже. А, это давно уже. Это не случайно, что это произошло давно, потому что в 2000-е действительно был создан фейковый фильм. Псевдодокументальный фильм об акуле Мегалодон, которая вымерла 2,5 миллиона лет назад. Они были. Большие такие 17-метровые акулы, которые питались какие-то образными. Реально огромный монстр. Но они давно вымерли. Нет их сейчас. Миф возник благодаря фильму, который, по-моему, не хочу поклёп возводить. Сейчас не помню, какая студия сделала. Что якобы они остались в океане. Что они живут где-то. Возможно, даже в недрах океана, в Марианской впадине. Но это заблуждение или это намеренная? Это ложь, это намеренная ложь, провокационная, злая, бессмысленная. Как, зачем? Трафик. Ага. Трафик. Горячий контент. Сенсацию. Офигенскую сенсацию они создали благодаря истории про этого Мегалодона. Что до сих пор дети смотрят эти ролики бесконечные. Их там миллионы просмотров. Про Мегалодона, что якобы обнаружен он, что где-то плавает, что вот-вот сплывет. Они прячутся в океане. Вот я очень подробно развенчал эту всю историю с Мегалодоном. Разобрал так, чтобы детям было понятно, разумеется. Почему Мегалодон не может находиться на большой глубине. Почему они точно вымерли. Вплоть до того, с причинами, почему их не стало на нашей планете. Потому что еда их ушла в другие воды. И они просто не смогли адаптироваться к холодам. Ну, естественно, эволюционно. Да, да. Обычная история совершенно. Как с динозаврами это было, с мамонтами. То же самое с Мегалодонами. Ничего особенного. Хотя рыба симпатичная. Ну да, действительно. Большая, мощная, страшная. Но точно их нет. А детям было как узнать? Что они испытали? Это мега классно за этим наблюдать. Знаете, я в школах еще выступал. Ну, до пандемии дело было. В школах выступал, в частных клубах. И про Мегалодон всегда найдется один спорщик под копирку. Мощные аргументы с напором доказывает мне, что ну нет. Ну нет. Ну на глубине-то есть он. Ну там просто темно. Мы же туда не погружались. Вы же не можете доказать, что на глубине, на барианской впадине, на глубине 10 километров не может быть гигантской акулы. Ну вы там что-то есть. Что там есть? Нет, я имею в виду в этой логике. Вам не кажется? А, ничего нет. Я ее разбираю подробно, разумеется, без экспрессии особенной. Тем не менее. Я говорю, во-первых, на большой глубине нет такого количества кислорода. Потому что там темно. А если темно, значит там нет растений. Растения это единственный источник кислорода в океане. Вы очень терпеливо рассказываете. Вы разве не злитесь, когда вам пытаются так прямо противостоять? Это наоборот, наоборот, мне как-то весело. Я очень растроган, когда дети спорят и настойчиво. Единственное, что меня может немножко раздражать, это меня вот тоже спрашивают, что вас злит. Да, вот мне интересно поговорить, что раздражает, чтобы я не чувствовала, что я одна, кто раздражается иногда на детей. Меня раздражает. Простите, я вас очень люблю, милые, но так тоже случается. Не-не, ну, я скорее скажу не про родных своих детей. Родные-то дети раздражают, конечно, чаще. Меня раздражает, когда мне пишут грубости матерными словами. Вам пишут дети грубости? Да, да. Дети, ну что же вы? Это от невоспитанности, поверьте. То есть это семейная какая-то штука? Да, конечно, невоспитный ребенок, ну что такого? Меня раздражает даже не сам ребенок, меня досадуя на родителей. Ну как так можно? Ну незнакомому человеку. Берет, пишет гадости. А знаете, какой прикольный был случай однажды? Один ребенок обложил меня матом. Ну я все это прочитал, пошел плечами, пошел дальше. И, короче, через несколько месяцев он стал мне задавать какие-то вопросы про природу. А чат в Инстаграме, он же помнит все эти, всю эту фигню. Да. И ты, знаете, приходишь, можешь в чате сначала тебя обложить, а потом к тебе спрашивают. Дяденька, простите. Что раньше, курица или яйцо? Слушайте, ну это же показывает, на самом деле, всю вот эту вот защитность и такую наигранную какую-то оскаленность. Да, мне самому обидно, что, господи, а я сердился. Ну смотри, такой же ребенок, как любой другой. Ну ничего. Просто, наверное, да, одинокий, не получающий ответов и готовый злиться на весь мир. Но, видя вас, такого открытого и милого, ребенок расслабляется и может наконец спрашивать. Да, очень расслабляется. Я тоже это заметил. Это какая-то абсолютная магия. Мне все говорят, как вот у вас в зале там 120 детей сидит и вы час с ними говорите? Почему они не бесятся? Почему они не уходят из зала уже? Как можно сидеть, слушать одного человека с картинками? Ну, я не знаю. Потому что, во-первых, у меня есть какие-то свои приемы, как удержать внимание, они обычные. То есть я просто меняю темы, перехожу с одной темы на другую очень быстро, не зависаю подолгу, показываю иллюстрации, показываю видео, задаю много вопросов, постоянно с ними беседую. Хотя с большим залом очень тяжело беседовать, потому что они все отвечают сразу. Им важно, чтобы они не услышали. Каждый, каждая конкретно. Это ужасно. Я, конечно, очень устаю от публичных выступлений в больших залах, где больше ста человек. Я представляю. У меня самый большой был 700 человек. Ё-моё. Да, значит, тяжело. С этими аудиториями я никогда не работала, но у меня был класс, наверное, из 20 детей разновозрастных и разногендерных. Мы говорили как раз о сексуальности. Ну, это еще тема накладывает. Там были старшие классы и помладшие? Нет, ну, там было от 7 условно до 12 лет дети были разбросаны. Я в целом никогда не выступаю, не знаю, кстати, как вы, но в моей теме многие педагоги стараются надавить на разделенность по полу, гендеру, обязательно по возрасту. Мне кажется, что это достаточно бессмысленно. Иногда дети 12 лет задают мне вопросы, на которые потом рядом сидящие шестилетки им радостно отвечают. Например, что такое менструация и как это устроено. И опять же ты видишь отражение семьи в семьях, где мама не прячет прокладки куда-нибудь подальше и не говорит о том, что месячная это болезнь, с которой тебе предстоит жить, пока благословенный климакс не придет. Вот в этих ситуациях, конечно, ты видишь, что ребенок растет абсолютно свободный, естественный, готовый задаваться какими-то вопросами. А многие другие дети действительно, они защищаются. Там очень много защитных реакций и смеха, и вот того самого обесценивания. Ну, меня еще никто не материл, но много смеха и попыток обесценить словами «ты ни черта не знаешь». Это кто говорит такое? Дети. Когда особенно я начинаю рассказывать, например, что, не знаю, дети появляются в результате проникновения пениса в вагину. И здесь многие дети начинают говорить мне «ты все врешь, папа бы никогда так с мамой не поступил». И тогда я понимаю, что у детей скорее концепции именно вот этого конкретного сексуального действия, которым секс точно не ограничивается, но которым ограничивается условно путь к деторождению. для многих детей увязывается с насилием, с небезопасностью, с ощущением, что это, наверное, больно, и мама это терпит, непонятно зачем. И здесь, конечно, сразу такой весь культурный огромный слой вскрывается, с которым потом надо очень тщательно, бережно работать. Как же это неотрывно связано с обычной нашей жизнью, оказывается. Вот я сейчас как-то подумал. Да, подумал, что вот... А почему вдруг про безопасность? Почему вдруг это... Да? С чем это связано? Значит, какие-то образы были? Возможно. Которые где-то остались, которые, может быть, даже не осознаются. Может быть, это образы из порно? Очень часто дети вспоминают, что первый, самый страшный образ секса – это даже не первичная сцена родителей, а это порно. У вас, кстати, дети про порно не спрашивают? Это же тоже вопрос. Не спрашивают. А, нет, ну у меня со старшим ребенком был разговор на эту тему, да? Но он был неглубокий, да? А ты смотришь порно? Нет, не настолько, нет. Скорее, скорее просто мы упомянули о том, что вот там вот в интернете есть такая вот штука, и все. Нет, ну я, разумеется, ничего не запрещаю, я просто знаю, что ребенок, которому там больше больше восьми лет, он, наверное, все уже умеет, в интернете все умеет искать, прекрасно. Ютуб, он там живет, это же их двор фактически, да, они там хозяева, вот. И, в общем, все можно уже увидеть, что там уже запрещать-то? Ну, то есть вы сами не занимаетесь как таковым сексуальным образованием? Я нет, я в этом смысле скорее предпочитаю делать то, что у меня получается очень хорошо, а это живая и неживая природа, да, и безопасность, вот эти темы, да, детской безопасности в интернете в том числе. Вот это то, что меня интересует, это то, о чем я рассказываю, рассказываю детям, да. Вот глубоко в сексуальное образование я не ходил, и вот я не могу пока сам ничего с собой сделать здесь, да. То есть вы хотели... Я сам теряю... Нет, я сам немножко стесняюсь об этом говорить глубоко и открыто, да, публично, так, как я публично говорю. Я даже не то, что там, вот видите, перед большой аудиторией, я даже перед маленькой аудиторией, мне неловко туда ходить, в эту тему. Вы знаете, здесь есть и другая сторона у того, что я избегаю немножко этой темы, ну, как бы не беру ее на себя. Мне кажется, что мои дорогие читатели, зрители, слушатели воспринимают немножко меня как такого, ну, святого немножко человека такого, да, которому вообще вот... Все мирское. Все мирское. Нет, он там где-то в небе со своими животными, со своим космосом занимается этим всем, и вот это все ему чуждо. Вот, поэтому я слегка, наверное, эксплуатирую вот этот образ, да, вот такой. То есть если бы дети узнали, что у вас есть секс, они бы, возможно, расстроились. Ну, я думаю, что некоторых удивило бы то, что я еще и об этом могу рассказать, да. А как вы в целом относитесь к сексуальному образованию для детей? Я отношусь исключительно положительно к этому, да. Просто я не могу сам на себя это взять. У меня вот человек, он и педагог, и психолог, они используют свою личность как инструмент для того, чтобы помогать другим что-то достичь чего-то. Вот я свою личность здесь не могу использовать. Она мне неудобна. Она мне мешает, а не помогает. Поэтому я не беру это. Хотя я супер за. Мне очень нравится, когда с детьми нормальный, адекватный человек с уверенным, без дрожи в голосе, без пересыхающих губ будет разговаривать на эту тему. И глаза не будут бегать при этом. Понимаете? Это очень хорошо. Это ваше единственное требование. Потому что я сейчас зачитаю список требований, мне кажется, уже родителей, который у меня собрался за годы практики, чего родители ждут, помимо непересыхающих губ и отсутствия бегающего взгляда, чего родители ждут от моей секс-педагогики. Это очень интересно узнать. Вы мне прочтете? Да, я прочту. А вы можете сказать, какие у вас еще требования? Никаких больше. Мне кажется, что вот если бы я был ребенком, мне было бы важно, чтобы человек передо мной был уверен в себе. Пусть даже он не во всем прав, но мне важно, что он сам считает себя экспертом, что он знает, чтобы от него исходила уверенность какая-то. А уверенность мы считываем по невербальке, естественно. Вот и все. Слушайте, ну вы какой-то прямо действительно идеальный родитель. Нет, мне предъявляют много условий. Например, никогда не говорить детям про домашнее насилие и про феминизм, потому что это страшные взрывоопасные вещи, безусловно. Не перегибать. Феминизм – это взрывоопасно? Да. Ну, родители. Некоторые так считают. Не перегибать с пропагандой ЛГБТ+. Господи, боже мой. Да. Причем, знаете, так удивительно, что никто из родителей не переживает, что я буду перегибать с пропагандой гетеронормативности. Но вот ни в коем случае не популяризировать образ возможных каких-то иных сексуальных идентичностей, не предусмотренных в гетеронормативном дискурсе. Потом, что мне еще говорят, чтобы я не нормализовала ранний, например, секс или какой-то вирт или секстинг у детей. Причем не нормализовала – это значит, в общем, детям ничего об этом не рассказывала. Сексинг – это такая очень популярная штука, которой дети достаточно рано уже начинают заниматься, которая подразумевает обмен фотографиями, обнаженными нюцами, так называемыми, или видеоконтентом, где дети друг другу отправляют эти фотки или видосы. И таким образом для многих это символ установления отношений. А вирт – это, я так понимаю, виртуальный секс? А вирт – это виртуальный флирт, скорее. И некоторые ребята придумывают себе всякие фейковые образы личности, как недавно со мной поделились некоторые подростки. Они прям придумывают себе образ на несколько лет старше, могут даже аватарку какую-то на эту тему придумать. И начинают флиртовать с людьми, скорее, в той возрастной. Я уже вижу тревожность вашу в глазах, как папы. Нет, абсолютно нет. Я как раз хотел здесь добавить, что они используют, делая так, как вы сейчас сказали, они, в общем, поступают как настоящие, не знаю, уместно ли это слово, я имею в виду настоящие, педофилы. Потому что педофилы часто имеют маску. Как страшно, это сейчас прозвучало. Да, да, да. Они же… в смысле? Ну, дети выступают как… А это же маскировка. Они же поступают фактически… Но они же не ставят целью никого при этом склонить к сексуальным действиям. Педофилы? Нет, дети, которые играют в эту игру. Просто методы одинаковые. Они же это игра. Методы одинаковые. Способ такой же. Просто социальная сеть, которая подразумевает анонимность. Вообще социальные сети, они подразумевают анонимность, хотя, в общем, подразумевают, что мы должны свои реальные данные туда выкладывать. Но мы же не обязаны этого делать, правильно? То есть мы можем и внешность свою поменять, и имя себе другое, возраст присвоить. Вот ровно это они и делают, таким образом, долгое время заигрывая с детьми, выпрашивая в них фотографии. Но мне здесь все-таки важно прокомментировать, что справедливости ради люди с педофилией, с расстройством не самая частая аудитория тех, кто вступает в какие-то подобные сексуализированные игры с детьми. Это скорее исключение. Это часто люди без всяких психических расстройств, которые при этом еще и в ближнем круге. Я не хочу, чтобы... Да, я так понял, что вы подумали, что это симптоматично. Нет, ничего подобного. Просто... Не здорово сложилось эта метафора. Нет, нет, нет. Это, да, наверное, это была лишняя ассоциация. Она и вас сбила с толку, и, может, слушателей сбить с толку здесь. Просто это на поверхности. Этот способ надеть маску другого человека, другого возраста и, возможно, даже другого пола, это настолько просто, что этим пользуются люди очень разные. Включая тех, кого мы считаем нездоровыми. Но при этом стоит разобраться, почему дети это делают. Мне вот это очень важно с родителями всегда прояснить, что родители считают лучше, пусть ребенок не знает о такой возможности. Либо мы игнорируем тот факт, что ребенок знает о возможности играть любую роль в интернете и делать все, что ты хочешь. И обмениваться любыми фотографиями, с кем хочешь, не думая о последствиях. Родителям проще, наверное, как-то закрыть вот эту свою тревожность и сделать вид, что этого не существует. Мне при этом как раз важнее с детьми предусмотреть правильные пути и подходы. Вот мы сейчас, кстати, с вами к безопасности приблизимся. Мы ведь не говорим о том, что разговор о безопасности это разговор о том, что не надо ничего делать, вообще никуда выходить. Видите, стоит закрыться, сесть, как хихикамори, японские вот эти очень замкнутые человечки, которые не выходят за пределы своих квартир, домиков, потому что там непонятная враждебная среда. Мы говорим о том, что среда, да, иногда противна, но она бывает и прекрасна. Важно знать, как этим пользоваться, с каким инструментарием выходить. Вот мне важнее говорить с детьми о безопасности именно так. А вы когда говорите о безопасности с детьми? Как вы подходите к этому? Я действительно рассказываю, на самом деле, я очень склонен схематизировать, да, все, что может произойти с ребенком. То есть, фактически, некую такую, ну, не то, что классификацию, да, но скорее я предлагаю ребятам разные ситуации, которые могут представлять риск для их здоровья в интернете, да. Кто может угрожать ребенку? Например? Люди с двумя намерениями. Первое – это мошенники, то есть те, которые захотят обмануть ребенка для того, чтобы либо ограбить его или его родителей. Каким-то образом, не знаю каким. Разные способы. Это первое. Второе – это педофилы. И те, и… Первая категория, и вторая категория. После этого мы разбираемся вместе. Ну, на лекциях моих, да, когда я вот до пандемии выступал оффлайн, в клубах, в школах, вот мы об этом говорили, да, что у мошенников, у них один способ, то есть какой способ? Как правило, они высылают сообщения от чужого имени о том, что с кем-то случилась беда какая-то. Мы все, кстати, были жертвами вот этих всех историй. Безусловно. Да, да, да. И находимся постоянно в той или иной степени. Да, в той или иной степени. Или в тех или иных ролях, да, когда, например, родителям звонят, говорят, что вот от имени сына, вот от моим родителям, например, звонили от моего имени, что я сбил человека на улице, да, и что срочно там деньги какие-то, вот там мама догадалась сбросить телефон и позвонить мне. Да, и вот такая ситуация может и с ребенком произойти, да. Он в той или иной форме может стать жертвой мошенника. Это одна история. Причем та история, которой мы почему-то меньше боимся, чем педофил. Вот педофилы вообще нас пугают ужасно. Почему? Потому что тут они работают, как правило, по похожим схемам. Они надевают маску другого ребенка, с которым у жертвы потенциальной, да, может сложиться хороший контакт. Он происходит, этот контакт, возникает дружба онлайн, да, и которая может перерасти, например, в очную встречу, а может перерасти в обмен фотографиями, как вы уже рассказывали, да. Вот. А такой обмен фотографий может в конечном счете привести к шантажу, да, когда педофил начинает угрожать, да. Он раскрывается, говорит о том, что он не тот, за кого он себя выдавал, или, может быть, не раскрывается. И при этом начинает шантажировать ребенка, рассказывая ему о том, что вот он эти фотографии где-то опубликует, если ребенок не пришлет еще. Но ведь это те, с кем ты раньше встречался или встречалась, могут делать то же самое, не обязательно при этом обладать педофилией как психическим расстройством. Абсолютно. Я говорю о том, что может угрожать по-настоящему. Если это игра, это окей. Еще раз, смотрите, мы разводим эти вещи совсем, полностью. Просто методы похожи. Эту игру может повторить злоумышленник, человеку, которого плохие намерите. Причинить ребенку боль, страх, да, там его, вред здоровью. Относительно игры я, кстати, совершенно не против. Это хороший эксперимент, он интересный. Почему? Ты, играя в эту игру, ты изучаешь себя, понимаешь, что тебе нравится, что тебе не нравится, что фальшиво по-настоящему, а что искренне. Чтобы понять это, нужно поиграть в такую игру. Ну и в общем это более безопасная ведь игра. Ты не выходишь сразу на улицу, надев какие-то потенциально рисковые маски, а ты пробуешь это все сидя дома, рядом с друзьями, которые могут в любой момент отрубить сервер и, не знаю, уйти на другой. Как-то защититься, в общем, получается. И мне кажется, это тоже отчасти такой важный психический механизм, который дети грамотно используют. Они играют по собственным правилам. Главное им понимать, каким последствиям могут привести эти игры, если они уже выносятся за пределы безопасного относительно мира. Но я знаете, еще о чем думаю? Все-таки, наверное, мы с вами в разных нескольких реальностях, и это нормально в силу наших профессий, бытуем, но я не перестаю любым аудиториям, с которыми я работаю, и детским, и взрослым, обязательно говорить, что вот та стигматизируемая крайне группа, как люди с педофилией или какие-то чуваки из подворотни, которые обязательно накинутся и сделают с тобой что-нибудь плохое, это реально очень маленький процент от той группы, которая на самом деле представляет опасность для ребенка. И это прежде всего одноклассники, часто подростки, которые едва ли с большой разницей в возрасте находятся по отношению к тому ребенку, о котором речь, или о которой. Это родственники, иногда близкие, иногда чуть более дальние. Это люди, с которыми в целом у ребенка нет никакой игры, есть просто простроенные, доверительные, уже бережные отношения, и иногда дети вырастают, и в 30 лет у своего психоаналитика или психотерапевтки впервые признаются, что они терпели насилие и на самом деле осознали это только вот сейчас, потому что все это было в виде милых, конфетных, каких-то ласковых относительно действий, никто их не бил, не издевался, но это были сексуализированные действия, приведшие к глубокой травме. Вот мне важно все-таки об этом еще, наверное, с вами поговорить. А что если вы ограничиваете как будто для детей зону опасности, а у ребенка в этот момент в семье может происходить какой-то полный капец? Да, это справедливо. Я согласен, что я немножко эту часть реальности за круг вывожу. И я действительно ее вывожу. Почему? Потому что мне почему-то кажется, что я запутаю их сильно. Если вот в мой короткий, отведенный мне там 40-минутный отрезок, я начну говорить о чем-то таком. Вот что-то мне кажется, что я запутаю, потому что я сам немножко не ориентируюсь в этом. Я не знаю, как отделить вот это вот свой-чужой. Я не понимаю этого до конца. Наверное, это мое личное переживание, что я сам очень этого боюсь и знаю, что внутри семьи может быть сексуальное насилие, может быть скрытое, да, такое невидимое, когда ребенок сам это подавляет, при этом это есть, и он будет, возможно, молчать об этом всю жизнь. Возьму ли я на себя такую ответственность, на большую аудиторию рассказывать об этом? Не знаю. Не знаю. Боюсь очень запутать их. Вот. И как бы не было так, что я сыграю что-то в обратную сторону. Как бы хуже я не сделал, не напугал. Да? Но вы и так пугаете ваши истории про тайных, не знаю, кто там у нас был. И мошенники, да. Здесь все понятно, здесь гораздо более ясно все. Здесь есть черное, есть белое. А то, о чем вы говорите, это серое. И вы сейчас сами об этом сказали, да? Что это серая зона. Да, она гораздо больше, чем черное и белое. Она больше, совершенно верно, так и есть. И вот отделить своего от чужого, ведь нет правил. О чем вы хотите, чтобы я рассказал им? О том, что правил нет? Не знаю. Но это ведь честно. Это правда. Вы же как раз топите за то, чтобы быть правдивыми с детьми. Пожалуй, да. Пожалуй, да. И если бы так случилось, что я неизбежно должен был об этом говорить, то я, наверное, вышел бы и сказал, что правил нет. Это серая зона. Мы никогда не знаем, где здесь правда, да? Где здесь черное, где здесь белое. Кто свой, кто чужой. Мы не понимаем этого. А как дети к этому отнесутся? Это еще сильнее их напугает. У меня нет решения здесь. Знаете, мне кажется, почему-то, извините, тут моя психологиня внутренняя включается. Вы здесь больше думаете о том, как это реагируют родители. Потому что дети... Ну, в моем опыте... Я сейчас просто объясню, почему я так мыслю. Потому что в моем опыте все, что я говорю детям, это про то, что правил нет. И на самом деле мы все здесь выживаем. И для многих детей, с которыми я разговариваю о теме насилия, самыми важными, наверное, такими откровениями становится понимание, что есть, например, благотворительные организации, куда можно прийти, шелтеры. Если у твоей подруги, например, постоянно появляются порезы на руках или там какие-то синяки. Есть возможность, например, позвонить взрослому. Поэтому мой номер всегда есть у всех детей. Я уже не знаю, откуда все эти дети, которые мне звонят. Так же, как вам пишут. Мне иногда тайком очень анонимно десятки, сотни... Ну, не сотни, но десятки звонков и писем поступают. Потому что дети не знают, куда еще обратиться. И я часто рискую собой и своей... Ну, такой законопослушностью, что ли. Потому что я не имею права консультировать детей о столь сензитивных вопросах без участия родителей. Но когда ребенок звонит и говорит, что дома происходит что-то страшное, я понимаю, что с родителем возможности поговорить не будет. Это было бесполезно. И здесь я просто понимаю, что если я буду пытаться детям нарисовать этот мир как, на самом деле, чудесный, прекрасный, и когда ты вырастешь, все это закончится, я буду сильно обманывать. Я не смогу сопережить по-настоящему. Я не смогу быть полностью эмпатичной. Потому что это такая попытка мне себя защитить и свою психику отстроить от того ада иногда, который с ними происходит. Вот я скорее о чем. И, конечно, родителям это ужасно не нравится. И я уверена, что если бы вы с детьми начали так говорить, может быть, некоторые ваши подписчики взрослые возмутились бы. Невероятно. Я сейчас скорее про оффлайн говорю, не про то, что было бы в соцсетях. Я бы в соцсети вообще этих тем про безопасность не ставил бы. Я бы скорее тет-а-тет, чтобы я мог видеть лица их, детей я имею в виду. Да, я думаю, это важно. Чтобы я мог разговаривать с ними, чтобы видеть, как они реагируют. Конечно. Чтобы понимать, когда мне от одной темы к другой переходить. Да, что все ли здесь закончилось, можно ли двигаться дальше. Мне очень нравится направление ваших суждений и честность, о которой вы говорите. Мне нравится, что вы не боитесь этой супернеопределенности. Но, еще раз смотрите, вы, это то, к чему вы готовы. Да. Это то, к чему я сейчас не готов. Я понимаю. Я ни в коем случае вас не толкаю. Мы с вами движемся, каждый в своем русле, очень крутом. Где-то мы пересеклись, и нам кайфово. Где-то вы сильнее в чем-то другом, а я в другом сильнее. Понимаете? И это нормально, что я здесь не возьмусь. Потому что серая зона мне непонятна самому. Я должен транслировать уверенность. Я считаю так. Быть опорой и примером для детей. Ну, видите, я немножко... Нет, это очень здорово. Я рада, что вы есть у детей как опора. Да, да, да. Которых немного. Это, в общем, есть смысл в этом. Конечно. Есть тема, в которую я не лезу. Это одна из них, вот эта серая зона. Я не понимаю, как их защитить. Вы здорово сказали о том, что существуют телефоны доверия. Это огонь, это круто, это решение. Это вот то, о чем надо говорить, говоря об этой теме. О домашнем насилии. Потому что уже понятно, что делать. То есть ребенок, у которого это происходит в семье, он же не поднимет руку в зале, скажет, что вот у нас. Конечно. Конечно, нет. Это внутри. Если вы сказали про телефон, значит, он знает, наверное, куда можно стукнуться. Ну и, по крайней мере, да, это снимает хотя бы частично ощущение вины. Потому что многие дети испытывают стыд и обвиняют себя за то, что с ними происходит. Конечно. И здесь очень важно показать, что нет одиночества. Что ребенок точно не один, не одна в этой ситуации. И что нет совершенно никакого. У, не знаю, буллинга, у травли нет лица и нет причин. Есть всегда какие-то поводы, условно, розовые кроссовки на мальчике или короткие волосы у девочки. Это мои собственные, к сожалению, примеры тех подростков, с которыми я работаю. И иногда эта травля становится настолько жестокой, что не просто отнимают у ребенка кроссовки, но и пытаются ребенку причинить какие-то действия, в частности, через сексуализированное насилие. О чем дети, они же не понимают это в терминах, мы сейчас совершаем сексуализированное насилие. Нет, они делают то, что они усвоили часто из опыта просмотра, не знаю, каких-нибудь боевиков, фильмов с насилием. У нас же запрещено смотреть детям до 18 фильмы, где секс, где эротика, но дети смотрят расчлененку «Будь здоров». И, в общем, закон на, как это там, 436 ФЗ о защите детей от вредной информации, он не запрещает детям смотреть на насилие, но запрещает смотреть на проявление любви и на сексуальность. И вот этот чудовищный перекос, он выливается, в частности, в то, что дети делают иногда безумные вещи, не рефлексируя, не отождествляя себя с тем, как это вообще называется. Александр, у нас с вами сегодня огонь беседа. Мне очень отзывается. Мы с вами, значит, еще ее обязательно продолжим, но пока мы с вами потихонечку близимся к концу, чтобы не утомить наших прекрасных слушателей и зрителей. Я, знаете, хотела, чего у вас попросить. У нас есть такая микро-рубрика в конце, очень значимая, хоть она в конце и микро, но это ее не умаляет значение ни в коем случае. Мы обращаемся к родителям, я прошу гостей, гостей наших обратиться к родителям и сказать, что ценное, что делать родителям, особенно тревожным родителям, которые сейчас сидят и думают, так, я послушал «Скажи пенис», очередной выпуск про насилие и безопасность, лучше врублю родительский контроль, пусть ребенок вообще ничего не знает, потому что это слишком страшный мир. Вот как вы предлагаете родителям быть в этой ситуации? Как со своей тревожностью справляться и в то же время не глушить, не давить вот эту вот любознательность и поисковость, эту восхитительную ребенка? Мы не можем уже удержать детей в офлайне, это невозможно. Плюсую. Они точно совершенно уже все онлайн и знают и ориентируются там лучше нас. Ютуб, само собой, Инстаграм, да, просто в силу больших размеров детей там, наверное, поменьше немножко. Есть социальные сети, лайки, например, слышали вы лайки? Лайки, а, социальные сети, да, слышал. Социальные сети, лайки, да, я, кстати, там тоже присутствую. Вот, да, да, да. И огромное несметное количество детей, там все дети, 100% детей практически. За чекаутчу на выходных. Это бомба, конечно. Вот. Конечно, они все туда уйдут, если есть соцсети, уже для них созданные. Это, значит, под их потребность, значит, запрос на это есть. Придется отпускать. Разумеется, придется отпустить. Это страшно. Мы боимся. Я сам родитель, волнуюсь, переживаю, что да как будет. Вот. Поэтому, разумеется, рассказываю о злоумышленниках о том, что может быть такое секретное. Делаю это, как я умею. Есть суперсовет, который я не просто там придумал где-то, я нашел ему подтверждение и вижу, как он блистательно работает. Если мы отправляем ребенка в соцсети и хотим быть уверенными, что ему не будут писать какие-нибудь уроды, дебилы какие-нибудь, может быть, знакомые его, да, от которых можно ожидать вред какой-то. Да. Мы можем написать в шапке профиля, что... Тут есть мама. Совершенно верно. Серьезно? Боже, моя мама всегда хотела это сделать, и я ей говорила, мама, забудь, это не работает. Это супер. Вы говорите, работает. Это работает прекрасно. Мама, ты все еще можешь с Эрнестом успеть. Давай. Надо написать, что профиль ведет мама. Или профиль модерирует мама. И желательно сфотографировать женщину после груши боксерской. Достаточно написать это. Потому что это... Люди боятся, правда? Любой злоумышленник, знакомый, незнакомый, родственник, кто угодно, кто попробует обратиться к ребенку, надеясь, что его не раскроют. Они же все очень боятся. Любой злоумышленник боится быть раскрытым. Да. Что его намерение кто-то узнает. А его намерение кто-то узнает. Вот. Мы все знаем, что переписка в интернете остается. Она не удаляется, неудаляема. Вот. Поэтому писать такому ребенку никто не будет. Он сразу выпадет из категории потенциальных мишеней. Это сильно отпугивает. Да, слушайте, но ребенок-то, наверное, согласится. А подростку? Это же не кул. Типа, какая мама? Я взрослая. Для этого, слушайте, ну хорошо. Подросток, ладно. Вот мой инстаграмовский блог, он в принципе предназначен для детей вместе с родителями. Он интересен как детям, так и родителям. Семейный. Да, семейный. И нет ничего дурного в том, чтобы и ребенок, и родители вместе будут, там, станут моими, например, подписчиками. И подписчиками друг друга. Почему нет? Да. Если уж они вместе торчат в соцсетях, получают там удовольствие, пускай уж они дружат тогда плотно друг с другом. И такой способ присматривать за своим ребенком, находясь просто в той же соцсети, смотреть, как обновился список его друзей. Можно и своего аккаунта. Вот. И здесь нет ничего особенного. Но вот этот лайфхак, я бы прям особенно хотела подчеркнуть и вас поблагодарить за него. Это же все, ребят, про доверие. Если вы искренне интересуетесь ребенком, если вы не пытаетесь просто его законтролить, задавить и всячески угнетать, если вам реально прикольно и круто видеть, что с ребенком происходит, в каких трейдах, я не знаю, там, конкурсах в чем-то еще ребенок участвует, чем ребенок живет и дышит. И если вы готовы открывать свою жизнь ребенку также и также быть уязвимыми, также подвергаться риску и вместе преодолевать эти сложности, находитесь вместе в этих соцсетях, смотрите вместе клевые эфиры, разделяйте друг с другом эти моменты. Но это делается все очень поэтапно, постепенно, согласитесь же, вы как папа должны здесь меня поддержать. Одномоментно доверие не стоит. Не надо наваливаться на ребенка, да, нужно показывать свой собственный искренний интерес. Тем более, что вот, например, у меня в блоге делать это очень просто, потому что вы пришли и залипли точно так же, как ребенок. Супер, вот начинайте с блога, Александр, прекрасно, приходите туда, садитесь, наслаждайтесь, а потом перетекайте ко мне и будем обсуждать секс. Александр, спасибо вам большое. Спасибо большое, Кристо. Да, я уж вас не буду, у нас есть такая старая добрая традиция, ну, может, не старая, не очень добрая, мы просим гостей громко вместе со мной сказать пенис, поскольку подкаст называется «Скажи пенис». Ну, попросите. Вы готовы? Конечно. А то я не хотела вас уж совсем в неловко ставить. Ваша ирония меня смущает еще сильнее. Давайте. Давайте тогда сделаем. Что надо сказать? Я скажу «раз, два, три», и мы вместе скажем «пенис» и посмотрим каждый в свою камеру. Хорошо, давайте. Да, отлично. Раз, два, три. Пенис! Это был подкаст «Скажи пенис». Александр Толмачев с нами сегодня был, детский популяризатор науки, прекрасный, удивительный человек, почти сказочник, только с научными доводами. Ребят, смотрите нас и слушайте на разных площадках. Мы есть на ютубчике. Меня сейчас научили, что надо не в ютубе говорить, как я старая женщина, а на ютубчике. Аналогично. Да, аналогично. Я тоже так делаю теперь. Супер. Мы есть еще на всяких подкаст-площадках в Эппле, который нас вписал в топ своих рекомендаций, еще раз напоминаю. Мы есть в Телеграме, у нас там есть свой канал, подписывайтесь, читайте. Ну, в общем, делайте все, что вы уже делаете, пишите нам добрые слова и всякие вопросы и критику, а мы будем рядом. Спасибо, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok